МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На часах 19.50. Время программы ПСН-Форум. Самые актуальные темы и новости региона. Все, что действительно важно каждому из нас. В нашей дискуссии есть место всем. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, делитесь мнениями, рассказывайте свои истории. Телефон прямого эфира 639717. И вот, что вы увидите сегодня. Сегодня в нашей студии мы обсудим, как в городе воинской славы отдают дань памяти защитникам Родины с руководителем общественной организации «Долг» Александром Лилетко. О материнском горе и страхе перед войной, о том, как пережить утрату и помогать другим справиться с болью потери, спросим у председателя Архангельского регионального отделения общероссийской организации семей погибших защитников Отечества Галины Лоскутовой. Поговорим о 9-м лыжном батальоне, бойцы которого навечно остались в плену снегов Финляндии во время Советско-финской войны. Павятник им установят в Архангельске. Как он будет выглядеть и какое значение для города будет иметь, расскажет заслуженный архитектор России Геннадий Лишенко. И кроме того, нас ждут новости региона, самые актуальные и интересные события из жизни нашего родного края глазами наших коллег из разных уголков Архангельской области. Итак, начнем. 25 лет назад в Архангельске был открыт первый в России мемориальный комплекс в честь воинов-интернационалистов. Конфликт в Афганистане, где участвовали советские военнослужащие, не прошел мимо огромного количества семей. И мемориал, который установлен на Вологодском кладбище в нашем городе, появился в том числе благодаря усилиям общественников. Здесь, как нельзя, кстати, пожалуй, подходит девиз одного из родов войск российской армии. Никто, кроме нас. В гостях программы PS Inform, руководитель общественной организации «Долг» Александр Лилетко. Здравствуйте, Александр Лилетко. Ну, начнем мы нашу беседу с того, что четверть века назад ваша организация сделала огромный вклад, огромный подарок и большое дело для близких тех ребят, которые не вернулись из Афганистана. Это было непросто, поскольку к тому моменту все эти люди уже были похоронены. И как вы пришли к идее создания такого мемориального комплекса? Кто вам помогал? Как удалось учесть этические моменты, уговорить близких на то, чтобы перезахоронить этих людей? Здесь хочу сказать огромное спасибо, конечно, всеми погибшим, которые дали свое согласие на перезахоронение наших ребят. Но наша идея увековечивать ребят погибших в Архангельске, Архангельской области пришла уже давно. То есть создание нашей организации. Наша организация создалась в 1984 году. И вот пять лет мы шли к тому, чтобы построить и воздвигнуть этот мемориал. Да, хотели сначала установить стелу, какой-то монумент, но пока шла волокита с документами, пришла именно такая инициатива именно наших ребят перезахоронить с пяти кладбищ нашего города. Такого не делал никто ни в Советском Союзе, ни в России. Огромное спасибо, конечно, председателю Совета матерей, это Валентине Ивановне Щипаковой. Вот, дай бог ей здоровья. Сейчас ей плохо, конечно, но и нам плохо без нее, потому что ее сейчас с нами пока нет. У нас в распоряжении есть уникальная хроника этих событий, которая сохранилась благодаря вашей организации. Давайте ее посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Вот таким было это событие, за которым последовало много других. За время, пока мы смотрели хронику, к нам в студию пришел вопрос. Александр Дмитриевич, вот наши зрители спрашивают, нужна ли ваша организация сейчас помощь, и если да, то куда обращаться? Да, нашей организации всегда нужна помощь, потому что за такой период, 32 года нашей организации, у нас много членов организации, много друзей, много волонтеров, много спонсоров. Можно обращаться к Гайдаре 17, телефон 20, 44, 11, или нас можно встретить на мемориале постоянно, каждый день. Вот у нас на столе с вами есть книга. Мы помним вас, ребята, из Афгана. Я обратила внимание на название, потому что оно необычное. Эта книга оформлена, скорее, как дембельский альбом или выпускной. Она совершенно другую атмосферу какую-то дарит, более доверительную, более родную, что ли. В ней читается и дружба, и братство. Расскажите о ней, пожалуйста. Здесь ситуацию мы не стали менять, потому что вы, наверное, посмотрели на хроники, что наш мемориал также называется «Мы помним вас, ребята из Афгана». Мы это написали. Здесь также у нас в городе ходил троллейбус с таким названием «Мы помним вас, ребята из Афгана». Он, по-моему, по всей Советскому Союзу идет, что «Мы помним вас, ребята из Афгана». Поэтому наша организация занимается уикавечением памяти погибших. Поэтому после того, как мы открыли наш мемориал и перезахоронили наших ребят, 19 октября 1991 года, мы стали дальше благоустраивать наш мемориал. Через пять лет построили Бардаем. И вот в 2012 году мы выпустили книгу, первый том. Мы помним вас, ребята, из Афгана. Куда вошли 86 наших ребят, погибших в Афганистане с Архангельской области. Здесь, конечно, не весь материал, потому что сами поймите, что в книгу не вошли. Многие материалы, конечно, в электронном виде, материалу больше. И поэтому сейчас готовится к изданию второй том про Северный Кавказ. И, дай бог, может быть, издадим и третий том. Это про локальные войны и военные конфликты. Потому что у нас на слуху в основном Афганистан, Северный Кавказ. Но мы забываем про тех, что ребята как раз служили и в других горячих точках, и военных конфликтов принимали участие. И здесь такая ситуация, что как раз 15 февраля, это у нас как раз и есть, что День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это как раз указ президента, уже шестой год существует, и поэтому он как раз этим указом обобщил не только афганцев, но и всех тех, кто служил за пределами нашего Отечества. Спасибо. Мемориал Площадь Памяти за эти годы стал особенным местом для архангелогородцев. Стало традицией именно там встречаться с однополчанами и вспоминать ушедших боевых товарищей. Его афганский излом с 1982 по 1984 год. Николай Стратеев служил в отряде специального назначения. Ни сегодня, ни в декабре 1979-го не было сомнений в необходимости интернациональной миссии. Подготовка наших ребят в то время была на том уровне достаточно серьезная. Естественно, война не бывает без беды, без проблем. Беда в октябре 1984-го пришла в семью Ряхиных. У Анны Степановны Афганистан забрал единственного сына. Архангелогородец посвятил жизнь службе в авиации. Так получилось. Летал уже первым пилотом. Очень любил летать. Ну, что делать-то? Около двух тысяч ребят со всей области служило в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане. Домой не вернулось 86 солдат. 16 из них похоронены на Вологодском кладбище. У нас есть звонок в прямой эфир. Александр Дмитриевич, к вам вопрос. Слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот есть такой вопрос. Значит, 23 февраля постепенно из дня защитника Отечества превращается в день мужчины. То есть, поздравляю, вне зависимости от служил человек в армии, воевал и так далее. 9 мая при этом является праздником тех людей, которые воевали в непосечную войну. И получается, что солдаты, которые воевали позднее, они как бы не охвачены общероссийским праздником. И вот у меня есть такое предложение, может быть, выступить с какой-то инициативой и 9 мая распространить на всех участников своих действий. Нет, но я вот хочу ответить на ваш вопрос, что 23 февраля, это как раз и есть праздник для всех. Это как раз день защитников Отечества. Ну, а 9 мая, 9 мая он и так всенародный праздник, и мы также празднуем на нашем мемориале. 9 мая раздаем кашу, так что 9 мая он и так всеобщий праздник. И каждый, кто прошел службу, что в горячих точках, кто в Союзе, кто в России, это не имеет роли. Каждый должен принять участие в таком святом празднике, как 9 мая, День Победы. Ну, я думаю, что наш зритель имел в виду, что, видимо, нужно больше внимания акцентировать на 23 февраля, в том числе, чтобы было больше информации. Ну да, мы забыли, что 23, потому что многие ВМФ хорошо празднуют, 2 августа День ВДВ, пограничники сейчас стали подключаться. То есть, да, по родам войск можно как раз и отмечать эти дни воинской славы, называется, можно отмечать. Ну вот, в продолжение темы популяризации воинского долга, у меня есть такой вопрос. Около 20 лет назад, когда мне было еще совсем немного лет, я училась в начальной школе, мне было очень гордо, когда мой папа, ветеран Афганистана, он служил в танковых войсках, приходил к нам в школу и давал уроки мужества. Вот, расскажите, часто ли гости ветерана афганской войны в архангельских школах, и есть ли место сегодня патриотическому примеру война? Да, я хочу сказать, что раньше, конечно, нас постоянно приглашали на уроки мужества, судить и какие-то соревнования, проводить, у нас свои подростковые клубы, вот, но, как государство нас встретило, это, конечно, обидно для каждого воина-интернациониста, потому что страна от нас отвернулась, особенно в первое время, вот, вот, поэтому, так, и словами, и были такие крылатые, мы вас туда не посылали, хотя наши воинов-интернационисты выполнили свой воиновский долг, выполнили свою присягу, и с честью и мужеством его выполнили, поэтому хочу сказать, что, да, и до сих пор мы ходим на уроки мужества, в нашей организации есть любые рода войск, кто служил, любые горячие точки, и поэтому ребята с удовольствием приходят в школы, и проводят, именно сейчас проводят, не просто на пальцах, а именно с видеофильмами, с показом оружия, на мемориал мы ходим, уроки, субботники, поэтому приглашайте, пожалуйста, обращайтесь в организацию долг, мы придем в любой класс. Отлично, это хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Кирилл Слов, я хотела бы задать два вопроса. Сколько было лет Александру Дмитриевичу, когда он попал на войну, и что для него было страшнее, стать коллегой, попасть в плен или погибнуть на войне? Ну, я в Афганистан не стремился, конечно, я стремился стать, быть десантником, и поэтому занимался с детства спортом, потому что мы воспитаны на подвигах наших отцов и дедов, все мечтали быть сильными, смелыми, поэтому я стремился стать десантником. Это получилось, я служил в ВДВ, ну и потом в 103-й воздушной десантной дивизии Витебский, которая потом вошла полностью в Афганистан. Вот, по 17 лет я пришел в армию. Вот, а что страшно было, ну, конечно, страшно было попасть и в плен, страшно было не то, что тебя там убьют, но вот, как тяжело было бы родителям получить груз-200. Ну и, конечно, страшно, конечно, получить ранение, прийти без руки, без ноги, поэтому вот наша задача, когда мы пришли живые в Союз, наша помощь, мы создали такую организацию, которая готова помогать семьям погибшим, инвалидам, нашим друзьям прийти в мирную жизнь. Поймите, что после войны нашим однополчанам, нашим ребятам тяжело было прийти, когда нет реабилитации, войти в эту мирную жизнь после войны. Поэтому вот наша помощь сейчас молодым ветеранам помочь именно войти после войны, войти в мирную жизнь. Спасибо вам большое за ответ. Но у нас еще один есть звонок, сегодня мы с вами популярны, поэтому здравствуйте, слушаем вас. Я бы хотела сказать огромное спасибо Александру и всей организации ДОНГ за то, что они делают. Это, конечно, великое дело для того, чем вы занимаетесь. Вот сейчас в последнее время очень много у нас говорят о том, что нужно воспитывать патриотизм в наших детях. Так вот я хочу сказать, что вы это яркий пример, на котором и нужно воспитывать наших детей. Спасибо вам большое и вам только удачи в продолжении вашего великого дела. Спасибо огромное. Спасибо. Мы и так дальше будем продолжать, пока у нас есть силы. Мы будем воспитывать наше подрастающее поколение. В контексте нашего разговора нельзя не упомянуть еще об одном локальном конфликте, который стал началом кризиса отношений целого ряда стран и принес много горя в отдельно взятое государство. Оставаться равнодушным не получается, и новости с Украины продолжают идти молнией и красной строкой. В понедельник, 15 февраля, в 21 час 10 минут, в эфир нашего телеканала выйдет документальный фильм «Война в Донбассе. Круги ада». Предлагаю посмотреть фрагмент из этой картины. Война в Донбассе разворачивалась стремительно. В апреле-май 2014-го, всего за два месяца, мирный регион превратился в зону ожесточенных боевых действий с применением авиации, артиллерии, танков. Но массовая гибель людей, повсеместные разрушения, пожары, уничтожение имущества были не единственной напастью, которая обрушилась на юго-восток Украины. Примотали провода к ногам, уже начали током пытать. У меня был месяц вывив тут от челюсти, есть не было. Били желудок, делали операцию. Я просил, чтобы меня застрелили. У меня все ребра были поломаны во многих местах. Я прошел все круги ада. КОНЕЦ Напомню, что документальный фильм «Война в Донбассе. Круги ада» можно будет увидеть на нашем телеканале в понедельник, 15 февраля, в 21 час 15 минут. Ход событий на юго-востоке Украины во многом определили минские договоренности, а это усилие дипломатов нескольких стран, в том числе и представителей российского МИДа. Мои коллеги пообщались накануне с нашим земляком Александром Вишняковым, чрезвычайным послом России в Латвии, который рассказал о дипломатических победах России в зоне Ближнего Востока. Если поговорить о большой дипломатии, то в прошлом году, как вы знаете, нам удалось, именно России, дипломатии России удалось решить проблему вместе с другими странами, естественно. Иранской проблемы, ядерной проблемы. И Иран из страны изгоя теперь превращается в цивилизованное государство, которое признают и другие страны мира. Это очень важно нужно было сделать, и это сделано. Так же, как, например, в прошлом году была решена проблема уничтожения химического оружия, которое находилось на территории Сирии. Вы помните, эта инициатива была именно от России, нашим президентом предложенная. И в конечном итоге мы сняли эту проблему. А если бы мы ее не решили, вы понимаете, что поручилось бы сейчас, когда в Сирии действуют так называемые отряды исламского государства, и они бы заполучили это химическое оружие. Какие были бы проблемы тогда в мире и в нашей стране? Александр Дмитриевич, вы согласны, что во многом, благодаря именно русским дипломатам, ситуация в Сирии пока не вышла на уровень какого-то серьезного конфликта и находится в той ситуации, когда не требуется вмешательство военного контингента. Придерживаете ли вы стратегию, которую сейчас проповедует наша страна? Ну не знаю, сейчас не мне об этом судить. Мы, молодые ветераны, которые видели смерть и которые познали, что такое жизнь, конечно, за мирный процесс, за дипломатическое отношение. То есть все силой решить невозможно. Но порой я думаю, что раз наша страна решила бомбить, значит, так нужно. Но, конечно, я всегда за мирно. Надо дипломатическим путем все это решить. И как можно быстрее, потому что все равно жертвы идут, и на нас будут нападки, поэтому надо... Все, мир должен быть. В заключении расскажите о планах на годовщину ввода войск. Вывода войск, простите. Ну, годовщина... У нас 27-я годовщина. Это вроде как и день памяти о воинах, россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. Но для нас, ветеранов Афганистана, это все-таки вывод войск. Вот 27-я годовщина, как мы вышли с Афганистана. И вот 15 февраля в 10 часов мы опять соберемся на нашем мемориале площадью памяти, где пощадим наших ребят. Будет литие в нашей часовне, которую мы открыли как раз 25 декабря, как раз в день ввода. Войск в день, памятный день. Поэтому всех приглашаем на наше мероприятие. Ну и, конечно, в этом году 25 лет мемориалу, которое будет 19 октября. Всех приглашаем к нам в организацию. Спасибо всем. Александр Дмитриевич, спасибо за интересную беседу. Мы с вами сегодня очень многое обсудили. Напоминаю, у нас в гостях был руководитель общественной организации «Долг» Александр Лилетко. Уверена, что мы будем встречаться еще не раз в нашей студии. До свидания. Мы продолжим эфир программы «ПС-Информ» после короткого рекламного блока. А ты хочешь пользоваться стабильным интернетом со скоростью до 80 мегабит совершенно бесплатно? Тогда скорее подключайся к сети Архангельской телевизионной компании и получи два месяца интернета в подарок. Подробности по телефону 639-639 и на сайте www.atvc.ru АТК – надежный оператор услуг связи нашего города. Первый шаг к крепкому здоровью начинается с сети ортопедических салонов «Шак». Богатый выбор товаров марки «Орто» и «Орто Профэшнл», корсетные пояса, бандажи и ортопедические стельки. С 20 по 23 февраля 2016 года скидка 23% на товары для мужчин. Клиника «Доктор Соран» приглашает быстро и удобно пройти медкомиссии для устройства на работу или обучение, для ГИБДД, для общественного питания, на право ношения оружия. «Доктор Соран» на Карельской, 37. Разбуди весну солнечным взглядом. Приходи в салон оптики «Айвита» и забирай идеальную оправу со скидкой до 30%. Не забудь выбрать солнцезащитные очки практически за полцены. Внимание! При заказе 4000 рублей вторые готовые очки в подарок. Радовать себя и любимых просто. Приходи в салон оптики «Айвита» на Комсомольскую 6. Напоминаю, в прямом эфире программа «ПСН-Форум». Сегодня обсуждаем приближающуюся годовщину вывода войск из Афганистана. Помним ли мы о том, какой вклад внесли наши военнослужащие в урегулирование того конфликта? У нас открытый разговор, к которому приглашаем и вас, уважаемые зрители. Звоните в прямой эфир, поговорим вместе. Задавайте вопросы, постараемся на них ответить. Телефон прямого эфира 63-97-17. Говоря о погибших воинах, было бы нечестно не спросить мнение тех, для кого фамилий в книгах памяти нечто большее, чем история страны. Тех, у кого военные действия отняли близких. Продолжим разговор с Галиной Николаевной Лоскутовой, председателем Архангельского регионального отделения общероссийской организации семей погибших защитников Отечества. Галина Николаевна, здравствуйте. Я начну с важного самого вопроса. Расскажите нам, пожалуйста, вы ведете очень большую общественную работу. Чем занимается ваша организация? Чем вы помогаете людям? Наша организация создана 8 лет назад. И нас зачастую путают с организацией и боевое братство, и долг. Но у нас организация отдельно существующая, которая объединяет родителей, погибших в горячих точках и при исполнении воинского долга. В нашей организации в настоящее время числится 259 человек. 8 лет назад у нас было намного больше. Но в основном там были афганские мамы. Но сейчас афганских мам осталось совсем мало. И, конечно, их возраст уже большой, и нам жалко их терять. Но что делать? И в основном сейчас в организации это мамы, дети которых и супруги погибли на Северном Кавказе и в других локальных точках, конфликтах Ингушетия, Дагестан и еще другие. Перед тем, как вы вошли в нашу студию, у нас в гостях был Александр Дмитриевич Лилетко, организацию которого вы уже упоминали. Вот долг многое делает для того, чтобы увековечить в Архангельске память своих боевых товарищей. И насколько эта работа важна для близких и родных, тех, кто погиб? Ну, естественно, эта работа очень важна. Потому что они создали, по крайней мере, площадь памяти, где родители могут прийти и отдать память своим детям, вспомнить о них и поплакать, погоревать. Вот. Ну и в то же время, что теперь, раз есть и другие локальные войны, то все равно, даже если это и в основном считается как бы афганским мемориалом, ну, здесь ведь стоит и похороненные дети, которые погибли в Чечне, и есть плита, где очень много фамилий погибших в Чечне. Поэтому мы очень благодарны и за то, что Александр Дмитриевич содержит этот памятник, убирает все время, помогает содержать эти могилы. Ну, что еще сказать? Дай Бог, чтобы у него было здоровье как можно дольше вот это делать. Спасибо большое. Давайте посмотрим материал о солдатской матери Елене Тарасовой. Ведь именно судьбами людей иллюстрируется история России, которая, к сожалению, часто дает нам повод для печали и скорби. Елена Михайловна Тарасова 38 лет проработала на почте, но никогда не ждала так писем, как в 1984-м, когда ее сын Андрей служил в Афганистане. Им же не разрешалось писать в письмах ничего. Он только все писал «мама, у нас все хорошо». Мы едим апельсины, мандарины, но только то, что у нас, говорит, ночами очень холодно. Минус даже не знаю, сколько там доходило. Мол, замерзаем. А днем – жара. Андрей щадил материнскую душу. Не писал о боях, о тяжелых условиях жизни в чужой стране, о постоянных опасностях. Он принял участие в семи операциях. В одной из них сумел доставить радиостанцию, взводу, ведущему бой в окружении. И все это время материнское сердце не знало покоя. С мыслями о сыне она засыпала, с ними же начинала новый день. Он у нас был скромный, любил музыку. Мы ему потом перед армией купили гитару. Домашний был, как можно выразиться. У него техника все на уме была. Андрею оставалось полгода до дембеля, когда его отряд подняли по тревоге. Командир отдал приказ идти на врага. Во время этого боя рядовой Тарасов уничтожил три огневые точки. На последней его бронетранспортер подорвался на мине. За проявленный героизм Андрея Тарасова наградили орденом Красной Звезды. Посмертно. Писал в последнем письме, говорит, мама, нас скоро демобилизуют. Я, говорит, наверное, не буду еще к осени домой, потому что мы ждем замену. А ему вот 30 января день рождения исполнилось только 20 лет, а в марте он уже погиб. Сейчас Елене Михайловне 78. Она вырастила дочку, стала бабушкой. Но часть ее души по-прежнему принадлежит сыну Андрею, сыну, которого забрал Афганистан. Военнослужащим, говорят, свойственно объединяться. У них братство как-то очень принято. Вот ваша организация за пределами этой общественной работы, которую вы ведете, принята ли дружить? Потому что, ну, как бы это ни было грустно, но получается в жизни так, что горе, оно, как правило, сближает людей. Как раз вот организация-то и создавалась для того, чтобы вытащить родителей из вот этого круга горя. Чтобы вот как-то их объединить, чтобы помочь им вот адаптироваться в этой жизни уже, когда нанесли такую потерю. Мы стараемся их привлекать. У нас, как говорится, в Архангельске есть программа, которая включает в себя и спортивно-оздоровительные мероприятия, культурную программу. И это нас объединяет. Но вот, допустим, в области этого нет. И поэтому, когда мы проводим День памяти 11 декабря, это начало чеченской кампании, то мы из области родителей стараемся охватить так, чтобы они почувствовали наше душевное тепло, близость с ними. Мы организуем также для них и культурную программу, и собираем круг, то есть не круг, а круглый стол, где мы приглашаем руководителей с области депутатов и стараемся разрешить их социальные и другие вопросы. Много вопросов, конечно, по здравоохранению и по жилью, но они в свое время решаемы. Допустим, у нас нет вопросов по реабилитации родителей в роднике, в реабилитационном центре. У нас нет в госпитале проблем направить родителей. С этими руководителями мы находим взаимопонимание, они нас понимают, и всегда родители туда принимаются. Поэтому я считаю, что мы для родителей все-таки делаем довольно большую работу. Мы также и культурно отдыхаем, мы иногда собираемся на чаепитие. Это как и с областью, так и с городскими. Город для нас проводит День матери и День отца, чаепитие. Ну, соответственно, подарки, открытки. Спасибо большое. Вот у нас очередная записка в студию. Наш телезритель задает вопросы. Как вас найти? Где находится ваша организация? Наша организация находится по полу-18, офис 6, третий этаж. Табличка голубенькая. Так что, если какие-то есть вопросы, то пожалуйста. Елена Николаевна, не могу не спросить вот о чем. Среди моих знакомых, как минимум, мам, родителей тех людей, которые потеряли самых близких, самых дорогих своих детей в Афганистане, у многих из них уже были дети к тому моменту. И получается, что людей нет, их дети растут. И, ну, сменилось целое поколение за эти 27 лет. Существует ли преемственность, продолжаются ли династии защитников? Нет ли материнского страха вот этого, который, ну, я думаю, что никуда не девается, уже сохраняется в сердце. Вы знаете, самое-то вот, пожалуй, пропущенное вот это пласт, мы с детьми уже мало общаемся. Если родители умерли, то мы как бы детей уже будем так говорить и не вспоминаем. Обидно, конечно, жалко, но вот так получается. Спасибо вам огромное за ответ, за искренность и за достаточно деликатный разговор, который у нас с вами получился. Напоминаю, мы беседовали с Галиной Лоскутовой, председателем Архангельского регионального отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества. Галина Николаевна, спасибо вам большое за то, что вы с нами сегодня нашли время встретиться, за то, как мы пообщались. До свидания. Спасибо. Далее мы продолжаем эфир рекламным блоком, вернемся в эту студию через минуту. Разбуди весну солнечным взглядом. Приходи в салон оптики iVita и забирай идеальную оправу со скидкой до 30%. Не забудь выбрать солнцезащитные очки практически за полцены. Внимание, при заказе 4 тысяч рублей вторые готовые очки в подарок. Радовать себя и любимых просто. Приходи в салон оптики iVita на Комсомольскую 6. Быть королевой красоты очень просто, если ты одета в роскошные меха. На ярмарке «Зимняя сказка» Архангелогородкам предлагают оценить стильные и модные шубки из норки, мутона, енота, лисы, а также меховые жилетки и изделия из эко-кожи. Более двух тысяч изделий. Очень большое разнообразие и максимальные скидочки у нас сейчас. Норковые шубки от 25 тысяч рублей, весь мутончик премиум класса до 15 тысяч рублей. Любая модница, посетив ярмарку меха, будет приятно удивлена и не разочарована. Милые дамы, не экономьте на красоте. Приходите. Тем более не за горами 8 марта праздник женской красоты. Приятным сюрпризом для очаровательной леди станет новая шубка. Классика модного жанра – норка. Уже много лет подряд изделия из этого меха заслуженно являются самыми любимыми у женщин всего мира. На ярмарке «Зимняя сказка» вам помогут подобрать меховые изделия по размеру, стилю и финансовым возможностям. Например, по акции такая шубка из норки вместо 111 тысяч рублей обойдется будущей владелице в 89 тысяч. А это пушистая модель «Летучая мышь» из меха енота за 39 тысяч рублей вместо 49. Также в коллекции 2016 года шубки из мягкого и необычайно теплого королевского рекса. Понравившиеся изделия вы сможете приобрести за наличный и безналичный расчет или оформить в рассрочку. Не отказывайте себе в удовольствии выглядеть роскошно в прекрасных моделях от «Зимней сказки». Ярмарка ждет северяна чек до 14 февраля на втором этаже торгового центра «Корона». ПСН-Форум продолжает свой традиционный живой эфир. Мы сегодня говорим о воинском наследии накануне 27-й годовщины вывода войск из Афганистана. Но, глядя на календарь, несправедливо было бы не упомянуть и других защитников Отечества. Звоните к нам в эфир, делитесь своими историями, задавайте вопросы. Телефон 63-97-17. Чтобы из нашего сознания и памяти не выпадали фрагменты, особенно такие как «Война», необходимы некие маячки и сигналы. Такими маячками выступают памятники, монументы, мемориальные комплексы. Вот накануне стало известно, что в Архангельске появится еще один. И поэтому мы позвали в студию замечательного человека Геннадия Лишенко, председатель комиссии конкурса на разработку нового монумента, заслуженный архитектор России. Геннадий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. История, о которой мы сегодня будем говорить, это история 9-го лыжного батальона, который почти в полном своем составе пропал во время Советско-финской войны. И она, эта история, не особенная для нашего края. Уже спустя 75 лет поисковые отряды кропотливо ищут останки тех, кто тогда пропал. 145 человек в прошлом году перезахоронили на Ильинском кладбище. И в ближайшее время там должна появиться стела. Вот расскажите, пожалуйста, каким видела комиссия образ этого нового монумента, который появится в Архангельске, и каким он будет в итоге? Ну, прежде всего, надо сказать, что представлено было несколько проектов, четыре, собственно говоря, проекта, самые разнообразные. Но комиссии понравился, и единодушно мы приняли решение относительно одного проекта, который нам показалось наиболее ярко и полно, отобразил историю войны. И, собственно говоря, видовой ряд, которого прекрасно иллюстрировал вот это событие. Когда мы посмотрели первый вариант, вот этот, там была бронзовая стела и уходящий силуэт солдата. Мы решили, что бронзовую стелу нужно заменить на мраморную или потом известняковую плиту высотой 3,5-4 метра. Таким образом, чтобы именно в эту белую плиту, которая олицетворяла бы снега в Финляндии, компания была зимняя, погибли лыжники зимой. И, естественно, вот чтобы тень уходящего солдата, вот в чем важно, что важно, именно не силуэт, вернее, не фигура, а именно тень уходящего солдата была врезана в этот белый известняк. Очень емко, кратко, но совершенно, как говорится, доходчиво и точно отображает те события. — Я знаю, что на памятнике будет надпись «Там в боях полуизвестных в сосняке болот глухих, смертью храбрых, смертью честных». Пали многие из них. Это строки Александра Твардовского. Расскажите, пожалуйста, кто будет притворять в жизнь замысл, который вы сейчас описали, и кто будут эти люди, почему вы сделали именно этот выбор, и чуть-чуть, коротко расскажите о них. — Ну, я сейчас не помню фамилии авторов проекта, это два автора из Подмосковья. И, кстати, что касается слов Твардовского, это мы взяли эти слова и рекомендовали их поместить на стелу из проекта, который также был представлен пенежанами, и в их проекте эти слова были как раз придуманы, если так можно сказать. Мы решили, что эти слова на эту стелу будут очень кстати, будет показать. А что касается, когда это будет, ну, это вопрос очень серьезный, потому что одно дело сделать, значит, вот проект, и даже это эскиз только, не сам проект, проект надо еще делать. Кто его будет делать, я полагаю, справедливо будет, если будут авторы и делать. Ну, может быть, привлекут и скульпторов, хотя по подаче можно понять, что это товарищи, которые имеют какой-то уже художественный, значит, образ мышления. Спасибо большое. Говоря о 9-м батальоне, думаю, будет справедливо предложить вниманию зрителей историческую справку о том, как эти воины оказались в списках пропавших без вести. Отдельный 9-й лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году. 11 февраля 1940-го это подразделение было брошено на деблокирование окруженных советских частей 54-й стрелковой дивизии в районе населенного пункта Кухмо. Поначалу наступление было успешным, но связь с опергруппой прервалась, позднее выяснилось. Бригада попала в засаду. В самом начале боя был убит весь командный состав. К 21 февраля из 3 тысяч бойцов к своим вышли 240 человек. 50 из них было вывезено транспортными самолетами. Большинство наших уроженцев, призывников Архангельской области, попадали именно в этот батальон. И, соответственно, почти все они погибли. У нас есть очередной звонок, был в студию, пока мы смотрели материал. Мы его записали. Какой бюджет может быть выделен на Стеллу в честь 9-го лужного батальона, спрашивают зрители. Или пока, насколько я понимаю, из ложеговора еще нет какой-то конкретной цифры? Абсолютно никак. Известие о бюджете неизвестно. Потому что это инициатива общественной организации, сама разработка эскизного проекта и самого конкурса, которые не обращались ни в одну организацию с тем, чтобы помогли организовать конкурсы. Поэтому говорить о бюджете сегодня совершенно бессмысленно. Это предстоит, видимо, организаторам этого процесса. Большая работа по изысканию средств. Хорошо, если подключиться к этому делу региональной власти или городской власти. Я думаю, региональные, наверное, должны, но неизвестно. У меня дополнение к вопросу телезрителя. Вы, как профессионал, можете примерно хотя бы представить, насколько велика или очень велика может быть эта сумма? Поскольку мы сегодня уже обсуждали, что часто такие инициативные проекты получают поддержку самих горожан. Может быть, кто-то рискнет помочь вам, посмотрев наш эфир. Может быть, вы назовете хотя бы примерно какой-то порядок цифр. Вы знаете, я не люблю делать какие-то заявления тем паче, когда дело касается денег. Бог его знает, сколько это может стоить. Все зависит от того, кто будет реализовывать, кого привлекут, кто будут те спонсоры, которые, дай Бог, появятся. В конечном счете, известняк делают, добывают и в Архангельской области, и он может стоить одну цену, а можно привезти из Турции, а можно привезти еще откуда-нибудь, и все это будут разные цены. И работа, ну, у нас есть в городе фирмы, которые режут камень и могут врезать эту бронзовую фигуру, можно сказать, силуэт. Это все возможно, но вопрос неизвестен сегодня. Это нужно считать, откуда-то брать данные и прочее. Спасибо большое. В финале нашего разговора мы открыли одну из трагичных и горестных страниц истории нашего края. Наряду с ней есть и много других интересных историй и людей в жизни столицы Поморья. В рубрике «Страсти по Архангельску» рассказ как раз об этом. Начала издаваться в начале 90-х годов газета АТК «Архангельский» или как-то так она называлась. И мне предложили ввести рубрику «Старый Архангельск». Я как будто ждал этого. Я был готов к этому. Я с удовольствием взялся. А удивительность этого события в том, что, представляете, полноформатная газета, большая, да? А первая полоса полностью отводилась под воспоминания Архангела Городца. Я вообще такой практики нигде не встречал. Началась целая эпоха или полоса в моей личной жизни творческой. Это было захватывающе интересно. И получилась, в конце концов, вот такая замечательная книга. Называется она «Двинская хроника». «Двинская хроника» – это об Архангельске, скажем, с 900-го года по 17-й год. То есть о дореволюционном Архангельске. Ценность этой книги в том, что здесь зафиксированы редчайшие сюжеты. И цена она очень иллюстративным рядом. И у этой книги огромное количество авторов. Это все, кто мне рассказывали. Вот тут целый абзац вначале. Это столько Архангела Городцев участвовало в создании этой книги. Не я один. Я сам ее воспринимаю именно как энциклопедию. И более того, немножечко повоображаю, как научное издание. Вот на этой странице Пахомов. Он делал так и важный для этих судов. Вот маленький рассказ о нем. А другой, у нас вот есть фотограф в Архангельске, Коля Чесноков. Так его предок делал чесночную колбасу. И фотография помечена, как они сидят за столом и едят колбасу. А там во дворе на Поморской евреи сидят, кайфуют по поводу какого-то праздника, их национального. Фотографии, которые украсили эту книгу, но они просто бесценны. А для меня еще бесценные истории, как они ко мне попадают, попали. Вот эта фотография, допустим, подарена одной Архангельской Городкой. Акации, ее мама работала в доме у Шергольда. Фотографии Шергольда не сохранилось в нашем городе. Нет, нет. Вот единственный снимок уникальный. Помните, третий лиц, этот завод назывался Сурков и Шергольд. Так вот он со своей семьей здесь сидит. А здесь Сурков. Это его пивзавод там на заднем плане. Он устроил свадьбу для рабочего завода. Оплатил ее полностью. Вот на этом снимке. Посмотрите, какой обрез, да? Эту фотографию мне женщина подарила. Они сохранили ее, потому что изображен их предок, да? Он полковник царской армии. И чтобы эта фотография выжила, они под зеркало ее спрятали. Под зеркало с таким обводом. А посмотрите, какие лица замечательные архангельного городца. Попадали всякие великие люди. Например, губернатор Сосновский со своей командой. Какие, да, чинные такие люди. Это все в книге есть. Это все можно рассматривать, всматриваться фотографией. Но вот это наши моряки в Японии. Наши архангельские моряки. Все фамилии их тут подписаны. 1880 год. Представляете, как мне трудно жить в городе Архангельске, потому что я живу в нескольких измерениях. Когда я прохожу по проспекту Ломаносова, этих деревянных домов уже нет. А для меня-то, вот он стоит, этот дом. Он и этот дом стоит. И следующий. А в нем архангелогородственный человек, которых я знаю, как будто лично знаком с ними. Они живы, и они живут в этой книге. Они как бы разговаривают с вами. Они делятся. И даже порой очень и очень лично. Рассказ, кстати, сам по себе весьма интересная иллюстрация. Геннадий Александрович, скажите, пожалуйста, вот мы послушали про книгу, о которой говорил наш коллега. Скажите, кого бы вы туда включили, и есть ли сейчас в Архангельске люди, которые могут стать частью материала для вот такой городской энциклопедии, судьбы которых были бы интересны нашим потомкам, наверное, в будущем? Ну, вопрос, Наташа, называется, на засыпку. Значит, таких людей, конечно, очень много. Это ученые прежде всего, медики, люди, которые родились даже вне Архангельска, но привнесли в этот город свои знания, свою мудрость и работу. Самая главная работа в конечном счете, она олицетворяет все действия человека и венец, собственно говоря, его жизни. Поэтому найти таких людей, наверное, проще всего, открыв энциклопедию, поморскую энциклопедию, и там этих людей перечислено очень много. Спасибо вам огромное. Нашим последним в сегодняшнем эфире гостем был Геннадий Лишенко, заслуженный архитектор России. Вы поделились с нами очень интересной информацией, спасибо вам за это. Надеюсь, что вам было тоже приятно провести вечер в компании PSInform. А мы продолжаем программу «Время для рубрики PS-регионы». Продолжит выпуск новости Северодвинска. Представители местных отделений политических партий обсудили с главой города Михаилом Гмыриным планы на год. Предстоит большая работа по ремонту дорог, школы и строительству нового жилья. Михаил Гмырин рассказал о задачах этого года. В первую очередь продолжится работа по программе переселения граждан из аварийного жилфонда. Сейчас в городе ведется строительство на 21 объекте. Отрадно то, что Севмаш активно включился в программу. У них программа действует до 2017 года. В конце прошлого года они сдали дом, сейчас заложили еще один дом. По социальным программам мы построим в этом году три дома. В этом году мы тоже сдали три дома, поэтому объем не уменьшится. Продолжится ремонт дорог и внутриквартальных проездов. В политике обсудили и рабочие вопросы, например, уборка улиц. Чистят, чистят в кварталах, как в прошлой неделе. Например, в моем квартале трактор проходил несколько раз. Но тут одна беда только, что мы же сами автолюбители машины ставим во дворах, и ему даже не пройти. Лидеры местных политических партий поддержали и инициативу о присвоении Северодвинску звания города трудовой доблести и славы. Тут все были единодушны и сказали, что однозначно все представители партии поддерживают такое характеристие, с которым вышли наши ветераны, которые считают, что необходимо по заслугам оценить то, что происходило в городе в период 1941 по 1945 год. На встрече все политики без исключения поставили свои подписи под обращением инициировать присвоение городу высокого звания. В Ненецком автономном округе в апреле откроют первый частный детский сад. Наши коллеги с телекомпанией «Север» одними из первых оценили темпы работ по строительству здания. Трехэтажное здание в тихом и спокойном районе – старый аэропорт. Здесь, недалеко от Качгартинской Курии и леса, будет располагаться первый частный детский сад. У нас был уже опыт такой работы. Не частный детский сад, а группа дневного пребывания. Такая идея у нас была, она родилась давно уже. На реализацию мечты ушло всего два года. На собственные средства приобрели участок и построили дом. Не обошлось и без помощи округа. В конкурсе грантов для некоммерческих организаций частное предприятие выиграло полтора миллиона рублей. 445 тысяч – это обустройство детской площадки. Они закупили все материалы. Сейчас они идут зимником. И оборудование игровое. Детский сад рассчитан на две группы – по 10 и 15 человек. Для каждой предусмотрена игровая комната, санузел, спальня. Еду будут готовить в отдельном хозяйственном блоке. Управление образования округа надеется – частный детский сад разгрузит очередь для малышей от полутора до трех лет. Сегодня очередь в Наринмаре по этой возрастной категории составляет более 480 человек. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Ну а продолжит наш эфир материал коллег из телекомпании Норд-ТВ. Речь пойдет о новодвинской фаер-группе «Ми-2». Ребята успешно выступили на фестивале «Огни Арктики». В номерах этой группы сочетаются спорт, хореография, музыка и цирковое искусство. Молодые люди устраивают световые и огненные шоу. В «Ми-2» состоят 5 человек и среди них 2 марины. Поэтому группу назвали «Ми-2». Начала в Северодвинске первые азы, получила у «Змеи Радуги» коллектив в Северодвинске и до сих пор существует и процветает. А мы вот совсем недавно год, еще даже года нет нашему коллективу. Этот вид искусства называют фаер-шоу или поинг-шоу. Создается на основе музыки, хореографии, но самый главный элемент выступления, конечно, огонь. Участники группы «Ми-2» используют различные приспособления. У меня в руках находится став, шест, который мы крутим, вращаем. У девочек в руках находятся пои, это шарики на веревках, условно говоря, и еще есть веера. Весь инвентарь мы изготавливаем сами, ручное изготовление нашего собственного, чтобы нам было с ним удобно работать. Трофеем с фестиваля «Огни Арктики» стал сертификатное приобретение специального оборудования для поинга. Для «Ми-2» это очень кстати. Но самый главный приз – это заряд эмоций и вдохновения на новые номера, которыми участники фаер-группы порадуют новодвинцев на городских праздниках. Дарья Евграфова, Егор Володенко, телекомпания «Норд-ТВ». На этом сегодня ПСН-Форум завершает свою работу в прямом эфире. А завтра в нашей программе будет по-настоящему интересно и интернационально. С культурно-деловой миссией в Архангельск прибудут представители Чеченской Республики, Северной и Южной Осетии, а также Луганской Республики. Первым пунктом их визита и станет канал ПС. Не пропустите интересный эфир моего коллеги Артемия Завардина завтра в 19.50. Повтор сегодняшнего выпуска смотрите уже сегодня в 23 часа и завтра в 7 утра. Всего вам доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин